Шикарное, конечно, вступление. Фрагмуви бы под эту музыку писать, но, к сожалению, придется все обосрать своим голосом, потому что арматы готовятся выкатить новые пачки, экипаж волнуется. Собственно, есть из-за чего, потому что нерв защиты танков и повышение пробиваемости пушек истребителей танков встретились в одном обновлении. Обычно подобную панику я смело игнорирую, потому что, ну, руководители проекта, как правило, мудрые люди, которые, ну, наверняка знают, что делают. Но уж слишком много народу мне пишет, форум просто пестрит, постоянно кто-то раскидывает мне в комментах ссылку на тему, типа, не дадим распаять люки ОБТ и так далее. Тут уже хочется, не хочется, а пришлось пролистать пачного, чтобы быть в курсе вайны и событий. Наибольшее количество вайновых тем на форуме собрал матчмейкер, который стал закидывать людей в бои с разницей в 2 левела. Ну, вроде как 10 марта выпустили обновление, которое в приоритет поставило подбор игроков максимум с разницей в 1 уровень или вообще 1 уровня. А вот разница в 2 уровня это, типа, уже крайний случай на время низкого онлайна в игре. Да, действительно, время громких рекламных акций прошло и онлайн потихонечку скисает. После 12 часов уже трудно зайти в бой на 9-х и 8-х левелах, после часа ночи уже и на 7-х не поиграешь в будние дни, ну и так далее и тому подобного. Значит, почему это случилось? Вроде как реклама была просто мощнейшая. Бабулесов в нее было вложено просто нереальное количество. Это и раздаваемая голда в World of Tanks за прокачку 6-го левела в Армате, это и реклама и на ТВ, и в метро, я даже по радио что-то слышал. И даже во время боя Емельяненко, насколько я помню, тоже в перерывах рекламировали Армату. Короче, про Армату не знают теперь только дикие эскимосы, живущие в Иглу, и то потому, что по льду пока что интернет проводить не научились. И казалось бы, что после такой масштабной рекламной акции онлайн должен просто взлететь до уровня картошки, а может быть и выше. Ну, это уж совсем, конечно, идеализировано, но хотя бы 1200-300 стабильного онлайна такая реклама должна была набрать. И вот, собственно, рекламный бюджет закончился. Отовсюду реклама пропала, и позакрывались даже партнерки, которые выплачивали деньги за привлечение людей в проект. И хотя точные онлайн игры после этого крупномасштабного рекламного наступления конкурентов неизвестен, по-моему, всем заметно, что он все-таки не очень большой. Я думаю, что эта рекламная цунами просто разбилась в скалы плохой оптимизации, потому что многие люди, играющие в картошку, играют в нее на калькуляторах, а в армату на калькуляторе хрен поиграешь. Тут даже мощные компы по современным меркам выдают нехреновые такие просадки FPS. А учитывая нынешние цены на железо, ледовой горожанин не может пойти и апгрейдить свой компьютер для того, чтобы поиграть в игру про современные танки. Все-таки Obsidian не самый графонистый разработчик, и об оптимизации, скорее всего, они там на западе и не слышали. Я вспоминаю, что на моем старом железе Fallout New Vegas тоже прилично лагал по сравнению с третьей частью, которая шла просто идеально. И согласитесь, что разницы в графике особой между двумя этими частями игры нет. Ну так вот, о матчмейкере лично я никогда не попадал в бой с разбросом в два левела, а я играю в основном, кстати, ночью, когда онлайн, в общем-то, низкий. Так что я хоть и в курсе этого замеса, однако на себе вообще ничего не ощутил и искать по этому поводу ничего не могу. Ну а теперь, собственно, к патчноуту. Крайне приятная новость для любителей ПВЕ. Введены экстренные наборы для ПВЕ. Теперь в ангаре можно приобрести специальный зип, который позволит вернуться в строй, если вашу машину уничтожат в ходе задания. Ну, теперь Armored Warfare можно смело считать развивающей игрой для детей. И в магазине Детский мир продавать ее на соседней полке с пазлами из четырех деталей или с этими какими-нибудь формочками. Потому что в ПВЕ и раньше-то умереть на танке было сложно, потому что боты сами поворачиваются к вам задницей, подставляя ее под ваши кумулятивы. А теперь и вовсе невозможно. Кнопочку нажал и вас, собственно, зареспаунили с 60% здоровья. Скорее всего, это попытка, знаете, увеличить ваши расходы на ПВЕ, чтобы ПВЕ вас еще больше загоняло в финансовый кризис. Вы покупали прем-танки, прем-аккаунты и потом долго-долго фармили на покупку нового танка, прокачанного с ботами. Цену на этот чудо-зип я пока не знаю, да и кому нужен, я, собственно, не знаю тоже. Далее отличная новость в плане интерфейса. Вернутся значки, которые я показал в видосе про патч 0.13. Вот они, возможно, станут меньше, но все так же будут украшать интерфейс своими яркими внезапными появлениями после каждого вашего действия. Выстрелили значок, попали два значка и так далее. ЛТшкам и ЭТшкам старше 6-го левела добавляют пробитие брони. То есть в среднем примерно на 20-30 мм брони они будут пробивать больше. По-моему, апать ЭТшек это довольно странное решение. Ладно, Тайфун, я уже давно говорю, что Тайфуну надо добавлять пробиваемости брони. Я впервые об этом сказал, еще когда XM1 не понерфили. Вот, прошло хрен знает сколько времени и Тайфунчик наряду с другими ЭТшками апают. Значит, что такое теперь ЭТ в этой игре? Оно ездит быстрее, чем БМД, светит дальше, чем ББМ. Незаметно, как ББМ, а может даже и меньше. Плюс у него есть перк на безнезаметность. Плюс есть дымовая граната, чтобы в случае, когда вас заметили, можно было уйти без урона. Ну и, собственно, урон и пробитие брони здесь у ЭТшек будет лучше всех. Короче, ЭТ имба. По логике реализма истребитель танков действительно должен заниматься истреблением танков. Поэтому он должен, типа, люто их нагибать. Но по логике геймплея, ЭТ одна из самых простых техник, на мой взгляд. То есть ты стоишь всегда дальше всех, в кустах, прицеливаешься и стреляешь. И если техника, обладающая подобным феерическим ультра-сложным геймплеем, еще и начнет нагибать, понятное дело, что рандом из этой самой техники начнет состоять тут же процентов на 90. Даже патриоты следут с 90 МС и перейдут играть на ЭТшки. Поэтому если с апом ЭЛТшек я согласен, потому что ЭЛТ это не такая элементарная техника, на нем надо еще знать, с какого боку и когда именно к кому-нибудь подъехать, чтобы накидать, то апать так и промечиво все подряд ЭТшки старше 100 левела, я бы, наверное, не спешил. Далее тревожная новость для игроков на ОБТ. Цитирую. Люки изначально должны были быть слабым местом ОБТ. Однако из-за реалистичной толщины бронирования и формы люков ослабленные зоны были очень маленькими. Что приводило к пиксель-хантингу. То есть люк мехвода изначально планировался как единственное нормальное уязвимое место в лобовой проекции танка. И почему-то реализовали это отлично только на советской ветке танков, где люки мехвода действительно пробиваются еще и с залихватским критом. У всех остальных они бились крайне хреново. Но теперь это поправят. То есть поражать эту самую уязвимую зону теоретически с больших расстояний станет проще. Опять-таки привет ЭТшкам. Ну, хорошо это или плохо, покажет, конечно, геймплей. С одной стороны, хорошо, что леопарды А5 и А6 наконец-то начнут пробиваться в лоб нормально, хоть куда-то без рандома. С другой стороны, что тогда вообще будут делать эти леопарды? Ведь ромбовать они не могут. У них броня бортов, это фанера крашеная. Видимо, будут, как и отечественные аналоги, раскачиваться взад-вперед, чтобы как бы попасть по люку мехводу было сложнее. Короче, это будет игра мир-неваляшек. Кто-то может сказать, зачем вообще резать пиксельхантик, нормально же фугасами перестреливались. Ну, все, кроме Абрамсов, у которых фугасов нету вообще. И я, в принципе, согласен, что обстреливать фугасами наиболее уязвимые места, это, в принципе, геймплей не самый, так сказать, плохой. Но тут, видите, какая проблема. Дело в том, что боекомплекта фугасного с его небольшим дамагом не хватает на то, чтобы убивать танки с таким большим здоровьем, как на 8-9 уровне. То есть одному всех не убить, понадобится помощь команда, а команда с этой помощью не всегда справляется, это, конечно, минус. Ну и, наконец, хочу добавить, что лично я очень опасаюсь этого патча, потому что боюсь, что теперь и бронированные танки высоких уровней перестанут ехать вперед. И в итоге игра окончательно превратится в крайне позиционную войну с использованием кустов, камней и так далее. А когда все, как в Картохе, в Старый Добрый, будут вначале вставать перед каким-нибудь лесом и ждать того единственного, кто же всем посветит, чтобы все постреляли. Поиграв на ПТС-сервере, сложилось впечатление, что вообще это изменение скажется только на Абрамсе, у которого люк, он прям посередине, он хорошо заметен, стреляй не хочу. Действительно, меня на Абрамсе довольно-таки быстро отправили в ангар. А вот у Ариеты люк вообще не выпирает, а у Леопарда он и вовсе где-то там спрятан. Короче говоря, не на всех танках, на мой взгляд, скажется это нововведение. В общем, на мой взгляд, опасны будут, как обычно, игроки только скилованные, которые выкачали себе кучу техники и ставят оборудование на точность. Потому что обычный рядовой рандомный игрок, который вкачал себе только Т-90, он так и продолжит косить и мазать мимо люка. И Т-шек на тесте замечено не было. Там вообще, в общем-то, люди только фанятся на топовой технике, которую мечтают выкачать на основе. Поэтому я обычно и не играю на тестовых серверах, чтобы не делать каких-то преждевременных выводов до того, как патч выкатят на основу и рандомные зерги поиграют в 0.14. Но по ощущению могу сказать, что, конечно, нерф люков на геймплее там не особо сказывается, мне кажется, Леопарда я в люк так и не смог пробить с нормальной дистанцией, в общем-то. Ну, изменится только то, что Абрамс теперь станет отличной машиной второй линии. У него и точность есть отличная, в отличие от 90 МС. Отечественные танки вообще не пострадают, потому что они в люк испокон веков пробиваются. Просто, скажем так, все остальные ветки смогут почувствовать себя в шкуре советской техники, только без такой, конечно, убойной альфы. Да и Крита теперь при пробитии люка мехводок, кстати говоря, тоже не будет. Так что, мне кажется, основная масса игроков, она играет именно на отечественной технике, обновлением будет довольна. Наконец-то в щи будут пробиваться не только они. Возможно, что даже следующее поколение игроков на Т-80 подумают, что он не такое уж и говно. А ему, кстати, опять ни хрена не завезли динамическую защиту. Уж сколько месяцев назад было принято решение о том, что машину надо апать и добавлять ей там эту динамическую защиту. Но это так ни хрена не сделали. Видимо, чертовски трудно нарисовать эти гребаные квадратики. Что касается ИТ-шек, я думаю, что в 0.14 они по им будет, а в 0.15 им отрежут обзор. Потому что, ну, ежу понятно, что у ИТ-шки из кустов не должно быть такого же классного обзора, как у машины разведки, которая постоянно рискует, давая засвет, находясь на передовой. В общем, выйдет патч и будет видно заранее. Это какой смысл войнить? Лучше побережем силы, потом взорвем форум после обновы, который заценим, естественно, на стриме. Ну, а пока можете пованговать в комментах, что думаете по поводу грядущей обновы. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, как обычно. Субтитры создавал DimaTorzok